подожди термин последний суд ну подожди это просторечие в принятой церковной технологии подожди пожалуйста по всем странам а чё я страшного суда поехали значит я сразу предупреждаю блин да что ж такое перед тем как ты сразу предупредишь я хочу рассказать кто что куда когда и вообще можно или ты хочешь предупредить типа кто-то еще не в курсе как мы помним у нас ведется записи трасс а во вторых я забыла поставить диктофон мы же хотим качественную запись правда для тех кто променял нас на хорошую погоду вот а здравствуйте ужасно рада и бесконечно бесконечно горжусь теми кто сегодня пришел в гостеприимный зал театра лонжерона сегодня у нас страшный суд в одесском театре я никогда не перестану об этом решать а собственно кто такая я ольга недорогова веду мастерскую медленных путешествий ходи смотри на видео канале а александр шуйский мой ближайший друг и коллега по сооснователь перелетного чердака ведущий апокалипсиса страшного суда простите ведущий страшного суда сегодня а собираемся мы в зале театра лонжерон который театр малых форм камерные прекрасные спектакли детские театральные студии наш книжный клуб и что только не а пока вот такая вот прекрасная зима плюс 25 феврале мы устраиваем лектории дело в том что я собираюсь рассматривать эволюцию иконографии изображений страшного суда вот а когда у нас появляется страшный суд и из-за чего вот теперь часть шуйского во-первых да я вообще не не про смерти и не и не про жизнь и не про вечную жизнь а именно про то как себе все это люди представляли как менялись эти представления и самое главное как читать все то что здесь на болгарской земле в таком изобилии на всех храмах и во всех храмах что что это все кто все эти люди короче там много там много людей всегда на изображении вот как это читать что что все таки это все означает откуда что берется и зачем это все делается значит что у нас есть изначально кроме древнего и античного ада ну древний античный ад мы знаем по всяческим штукам тип эпоса гильгамеш всяческие схождения в аид и понимание что там не сладко то есть что это место ужаса и безысходности в общем уже заложено в иудаизме существует понятие страшного суда как такового еще из книг пророков у нас есть книга еноха у нас есть книга пророка даниила это примерно второй век до нашей эры то есть задолго до пришествия христа и там всяческие видения всяческие кошмары и вот прям вот кусочек я сейчас зачитаю потому что это все потом идет в иконографию напала на меня видение и видел видение суда в которой я должен был возвеститься нам небо и сделать им порицание там огненные стены великий город но самое главное приблизился я к великому дому который был устроен из кристальных камней стены этого дома были подобны наборному полу из кристальных камней и почвы его был кристалл и вступил я в тот дом который был горяч как огонь и холоден как лед не было в нем ни веселья ни жизни страх покрыл меня трепет объял меня изглянул и увидел я возвышенный престол и вокруг было как бы блистающее солнце и херувимские голоса из-под великого престола выходили реки плавающего огня отметьте эту деталь пожалуйста так что нельзя было смотреть на него и тот кто велик во славе сидел на нем одежда его была блестяще чем само солнце и белее чистого снега ни ангел не мог ступить сюда не смертно созерцать вид самого славного величественного пламень плавающий огнем был вокруг него и великий огонь находился перед ним и никто не мог к нему приблизиться из тех которые находились около него тьмы были перед ним но он не нуждался в святом совете и святые которые были близи него не удалялись ни днем ни ночью и никогда не отходили от него это вот у нас книга еноха есть у нас книга про крока даниила и многие спящих в опрахе земле пробудятся одни для жизни вечной другие на вечное поругание посрамление то есть некоторое понимание того как все будет происходить с карой совершенно отдельно от всех судьей которые не нуждаются ни в чьих советах заложены еще вот в этих штуках зато а потом мы имеем евангелие от матфея и евангелие от иоанна во первых евангелие от матфея что к суду нельзя подготовиться к нему надо быть просто готовым всегда и все вот сейчас я найду точную цитату евангелие от иоанна истинно говорю вам слово мое слушащий верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит то есть евангелие у нас четко и внятно сказано что те кто действительно верит на суд мог не являться на суд являются только те кто не верил не принял христа не то что грешил а именно не принял христа при этом молода разница между живыми и мертвыми будет не будет никакой потому что из могил будут подняты все есть у нас еще строчечка об отделении агнцев от козлищ вот они собственно и тут еще один момент который опять-таки имеет смысл учитывать во всей иконографии у нас овцы по правую руку козлище по левую сатана всегда изображается в левом нижнем углу рай всегда справа от всегда слева это обязательное построение всех сюжетов на эту тему что у нас здесь здесь у нас собственно есть этот самый чертов страшный суд который совершенно не страшный вообще не то чтобы вот это у нас мозаика сейчас я скажу точно равеновская мозаика мозаики в правы не сохранились и можно мне следующий кадр основные сюжеты ранних христианских изображений они все вот такие они о добром пастыре они шествия праведника по золотому полю они явления ангелов они спасения они воскрешение лазаря вот вот эти все вот прекрасные вещи о том как в общем ничего плохого никого нигде не ждет и вот так у нас все продолжается до пятого примерно века да есть еще есть еще один сюжет с горящими и погасшими светильниками но это максимум они он появляется на фресках катакомбах и еще кое-где ну тоже вот овечки в одну сторону козлы в другую и у кого светильник горит у кого нет это все а потом у нас к власти приходит юстиниан бизантий с женой своей феодора если не ошибаюсь которая страшно покровительствовал монофизитом а монофизиты это те кто утверждал что никакой двойственной природы у христа нет а есть у него исключительно единая природа десятом веке это привело к расколу двух церквей потому что было две трактовки преображения на горе афон свет который там озарил христа на этой самой горе он его собственный или отраженный от папы смысле от бога отца и вот восточная церковь пришла к выводу что все-таки отраженные от отца а западная церковь пришла к тому что это все-таки его собственный свет из чего у нас прямое следствие весь восток это мозаики потому что сквозь стекло в золото а весь запад это нас витражи потому что цветной луч света проходящий беспрепятственно насквозь то есть в общем вся наша вся наша иконография она вся не просто так откуда-то взялась вот основной источник сведений о том как вообще в принципе выглядит конец света это у нас откровение иоанна богослова но до третьего века вплоть спорили это тот иоанн богослов или это какой-то другой иоанн богослов который жил себе на острове патмос видимо находил там под камнями мухоморы вкушал их потому что что такое апокалипсис собственно переводе за словом с греческого это откровение видал он там то видал он там другое у него было видение того как все это будет снятие семи печатей явление зверя звезда полынь вот это вот все страшное и ужасное но там под самый конец как раз непосредственно описание страшного суда и окончательного суда над всеми и самое последнее в его видении это видение небесного града который как золотое стекло именно поэтому все небеса у нас во всех традициях имеют золотые фоны собственно мозаичные золотые фоны они все это не 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 смальта это именно кусок стекла наложено на золото потому что это всегда видение иерусалимского града горнего вот ну и там райский сад и и всякое такое прочее значит что у нас важно а да именно он упоминает 7 светильников 7 звезд 4 старца 4 животных то есть все то что потом войдет прекраснейшим образом в иконографию вот а каноничность этого текста признали только на шестом всемирном соборе в 1680 году то есть только с этого момента это все пошло в качестве ну как утвержденного изображения до того в общем даже как-то особенно и не значит прекрасный наш если я имел большую проблему к тому моменту как он пришел к власти это у нас середина шестого века уже господствовало бешеное количество направлений такие сякие верили в то верили в это и со второго века примерно бешеную популярность имела учение оригина это был такой греческий философ который проделал невероятный труд по добыванию все списков евангелий сведения их всех в один текст с многотомными собственными толкованиями и пониманиями как это все у у него основной постулат был в том что спасутся все все спасутся даже сатана все будут прощены все будут вообще у него была страшная интересная идея о перерождении душ что существует душ изначально и и вот по тому как бы им до небес добраться они переходят из тела в тело но не в одном и том же мире а значит кончается один мир начинается следующий и следующее возрождение и вот те кто путь до конца прошел там человеческом теле не нагрешил не не наделал делов он остается без тела остается чистая душа и для него конец света выглядел как торжество бестелесного духа что называется под крылышком у бога я не знаю представлял ли он себе что будет дальше но факт тот что идея всеобщего спасения истиня но страшно не нравилось потому что ну а как управлять там в таком случае он издавал и дикты причем эти дикты носили совершенно догматический характер он вмешивался в то вмешивался все природа христа природа природа бога природа ада природа рая вот это все и рассылал господа епископы подписывайте а кто не подпишет того монофиме как он сгонял всех на 5 вселенский собор это отдельная прекрасная история 4 вселенский собор тоже был прямо скажем не без дебатов но именно на пятом вселенском соборе окончательно признается анафима оригину и еще некоторым количеством еретиков делаю воздушные кавычки и утверждается идея того что до страшного суда наличествует гиена огненная что такое гиена огненная помойка под иерусалимом там был вечно горячий ров в который отбросы сбрасывались то есть в общем перефраз был понятен абсолютно всем типа вот попадешь гиену огненную значит и отброс просто-напросто содержание помойного ведра всего-навсего во что это превратилось в итоге в иконографии не сказки сказать не пером написать что у нас там следующим слайдом ага следующим слайдом у нас портал французского собора 11 век сразу после того как яснян наделал дело богословия до всего дотянулся просто ему страшно хотелось упорядочить абсолютно все он завоевал массу земель натурально попытался объединить церкви правда его последовательно послали три папы то есть римская церковь как-то не 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 очень жаждала но у себя в бизантии он такие некоторые единообразия верования установил но после его смерти бизантия начала терять земли потому что это он был такой бойкий и отгрызал кусок за куском он в общем-то подмял под себя практически всю италию всю африку а греции я уже не говорю вот византия начала терять земли начался тот самый период который мы знаем как период иконоборчества они начали сбивать мозаики уничтожать иконы жрать звездку с фресок потеряли источник папируса тут же немедленно рухнула грамотность потому что все ни о каком византийском литературном романе уже речи не идет речь исключительно о том как как бы пожрать добыть вот поэтому множество мастеров просто собрал монатки и умотала где посытнее и для попроще очень много собственно осела непосредственно в европе тогда у власти были оттоны и собственно именно этим мастерам и ровенскими-то мозаиками сохранению обязаны что маленькая пауза для тех кто не так хорошо на эту историю как ты первый век рождается человек который не совсем человек не вполне человека не только человеку говорит о том что спасен каждый и раб и женщина и в принципе любое живое существо обладает бессмертной душой после смерти жизнь его будет существенно лучше чем до до 4 века эта история остается под запретом римской империи где она развивается бешеной скоростью 4 веке в 311 в 313 году последовательно христианам разрешают публично практиковать свои обряды после чего римская империя когда константин переносит столицу все это время столица римской империи огромной он британии в том же в том же 4 веке переносит все это время столица время в 4 веке константин великий переносит столицу во константинополь которая у нас под богом а в пятом если мне не изменяет память веке вот эту вот огромную территорию которую невозможно управлять удобно из одного отдаленного центра делят на две части западную с центром в риме восточную с центром в константинополе восточную мы будем знать под названием византия когда ее в 15 веке так назовут историки а до того она называется восточной римской империи государство рамеев и так далее соответственно юфтинян шестом веке творить все то что рассказал александр а в десятом начинается иконоборчество ну что ты к десятому веку там прошло уже три периода этого иконоборчества вот в это время западная римская империя примерно к концу поправь меня пожалуйста с датами когда у нас македонское возрождение это двенадцатый век западная римская империя перестает существовать в каком веке в пятом или шестом меня не интересует западная римская империя как страна она меня интересует как единый кусок единой веры потому что до разделение на западной восточной церкви это то что сейчас собственно у нас в разговоре отдельно римская и греческая церковь греческая соответственно византийская начали разделяться самого начала потому что у византии на тот момент на момент принятия христианства и отстройки храмов источников и ресурсов было в разы больше поэтому силу именно исторические памятники начинают набирать в западной римской империи значительно позже чем восточный но дело в том что большая часть восточных памятников до нас не дошла именно из-за этого чертова иконоборчества так вот одиннадцатый век тысячелетие все ждут конца света ну как нули все как полагать помните как мы в двухтысячном ждали все все вот и как раз в это время начинает появляться изображение страшного суда оно появляется прежде всего во франции потому что там строится соборы соборы строится везде на самом деле в десятом веке было понастроено столько соборов что слов никаких нет потому что да все очень хотели спасения души и вот на западном портале внешнем это над дверьми появляется сцена страшного суда и я хочу обратить ваше внимание на то как здесь у нас все простроено понятное дело что у нас тут сверху рай снизу от сейчас будут подробности но обратите внимание на сферу в которой находится христос эта сфера потом будет кочевать из изображения в изображение это та самая неприступная сфера которая описана у еноха никто не может подойти она обозначается самыми разными способами но так или иначе почти везде присутствует очень мало где ее нет это собственно почему она там есть потому что это вот его очень особое положение давайте подробности следующий слайд там такие чудесные скульптурочки вот это у нас да это у нас на на ангцев и козлищ прямо вот с пылающим мечом обратите внимание еще никаких мук физических нет и в помине эта концепция еще не возникла она возникнет после двенадцатого века тоже под влиянием как раз греческой церкви вся весь ужас положения выражается только мимикой зато она уж есть вот это вот козлище да это вот такое вот козлище такое а вот агнец очень миленький просто приятно что такое последний суд разделяет людей на агнцев то есть ягнят и козлищ то есть неправедных да давайте дальше там тоже хорошо будет сейчас это вот как раз нижний ряд грешников спускают в ад грешникам явно очень плохо причем вот посмотрите все страдания эмоциональные никаких хватаний зубастой пастью ни за какое место это у нас одиннадцатый век и это много где и сюжет вполне укрепляется на западном портале то есть при входе и при выходе да ты входишь храм ты ой ты выходишь оттуда ой вот что у нас там дальше ага дальше у нас то что у нас осталось от бизантийских мозаик это венеция торчелла двенадцатый век огромная стенка как раз именно восточного притвора храма то есть у нас сюжет перекочевал он потом будет на задних стенках много где и в алтарях и все конечно же помнится истинскую капеллу у которых микеланджело занял всю стену что называется вот значит что здесь интересно во-первых комиксовость композиции посмотрите верхние у нас это сошествие христоват это может быть не очень видно но я к сожалению не нашел хорошей фотографии потому что вообще-то там притвор еще такой еще классический греческий с высоким парапетом и через него чтобы то ни было снять очень тяжело вот у нас наличиствует великолепные архангелы у нас наличиствует сейчас я вам в них ткнул потому что это не сразу разобрать вот у нас вот тут вот наличиствует адам протягивающий руки христу у нас наличиствует здесь его им уже протягивающие руки но не смеющие коснуться потому что это она скотина такая с яблочком ты устроила себе вот у нас наличиствует и ангриститель у нас еще нет иисуса то есть марии с одной стороны крестителя с другой это у нас сошествие в ад во всю зато у нас есть иисус здесь та же самая сфера яйцо в которой христос мария и ангриститель ряд праведников и вот эти вот сюжеты по моему они у меня есть подробно я прошу листать и ангриститель и ангри течи тот кто проповедовал пришествие христа примерно лет за 20 до того как христос начал проповедовать тот кто христа окрестил в реке иордань ну да там тот которому голову отрезали тот который на иконах в озверенной шкуре сложная сложность да вот по этой мозаике мы можем увидеть до чего собственно дошли византийские мастера в самом изображении всего потому что это конечно совершенно великолепная работа красоты необыкновенной но что тут еще очень важно да окненная река обратите внимание то есть у нас все по еноху вот богоматерь пытается умолять судью креститель пытается умолять судью то есть еще какое-то там вот влияние на него еще как-то можно оказывать жест христа сам абсолютно мирный то есть в общем никаких вам сейчас я вам всем задам я прошу обратить на это внимание потому что к Микеланджелу мы вернемся с его жестикуляцией не люблю я Микеланджелу не люблю я Микеланджелу да давайте дальше это изображение ада совершенно замечательное непременный сатана с Иудой на коленях мой ребеночек вот ангелы запихивающие души в это самое все и совершенно чудесные вещи да вот это у нас император вон у него корона императорская вот тут у нас монах вот тут у нас тоже высокий церковный чин ну то есть вот тут у нас вообще рожа в челме никто не уйдет никто не уйдет да как это ни званий ни чинов никому до этого нет дела согрешил так согрешил вот давайте дальше а они же что а они же там вот все все окончательные там вот змеи там поглощающие плоть огонь поглощающий плоть все вот эти вот вот страдающие но опять таки обратите внимание да вот единственное что тут наличествует голова на троне сатаны которая там вот тело пожирает пока у нас опять таки еще никаких особенных зверх нету а пикник вот какой-то м? пикник 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 гиене огненной гиене огненной да все все как полагается собственно именно этот самый гиен огненной адская пламя то и породила может быть если бы они там в реку сваливали в воду исключительно вода бы была так получилось как интересно что идея спасения для всех превращается в идею кошмара для всех которые никто не изгоден да ладно тебе что значит кошмар для всех вот у нас тут совершенно чудесные штуки вполне себе спасения значит это у нас чуть ниже престола господня вот она течет эта самая река огненная по Еноху и совершенно чудесная подробность ради которой я собственно здесь это все и крупным планом попробовал вытащить у нас тут наличествует ангел с весами который взвешивает добрые и дурные поступки и черти которые пытаются копьями чаши весов то поколебают жульничают короче как и мы положим и это мы тоже потом увидим вот давайте дальше там есть еще один сюжет прекрасный вот к сожалению очень не четко снято но это у нас не терзание грешников чтобы знали это у нас люди восстают из земли и из утроп всех зверей которые когда то сожрали это абсолютно замечательно мне очень нравится физиономия льва вот так что это у нас собственно само непосредственно воскрешение воскрешение мертвых вот жопу ангела очень впечатляюще и прошу прощения я думала это живот это как раз попа колено то вправо вот они трубят все восстают значит вот и все 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 что было сожжено срыгивается это совершенно замечательно ангелы трубят подойти поближе если не видно вот они там с трубами ангелы справа с крыльями а звери отрыгивающие людей слева тебе не видно оттуда подойти не видно но это не страшно у меня обображение лев слон парочка то ли верблюдов то ли грифонов в общем что-то жутенькое вот верблюды пожирающие людей мне особенно нравятся я вообще не верблю так давайте дальше там был еще один сюжет в этой же да вот и еще один сюжет опять-таки который мы потом еще увидим неоднократно это вытаскивание всех мертвых погибших в море вот у нас там эта дева страшная она в общем ничего не имеет в виду кошмарного она просто олицетворяет море как таковое ну вот тоже у нас трубят ангелы и все опять-таки вот 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 рыбонька отрыгающая я представляю себе сиквел это ведь называется да челюстей на предмет страшного суда как это а зачем все это нужно в смысле почему рыба должна отрыгнуть съеденного человека потому что всех призывают в их собственных телах на страшный суд все являются в своем теле почему так важно было погребение это же христианская штука погребение в землю в гробу полностью в теле никакого сожжения ничего у человека должно сохраниться тело обязательно хотя бы косточка скелета по которой его можно будет потом восстановить это часть как это залог на будущее вот поэтому ну да поэтому кладбищем отводится такое огромное место конечно же а если ничего не осталось а если ничего не осталось уже переварилась давно то что а господь велик рыбу может отрыгнуть она все это съела вообще-то давным-давно давным-давно и переварила уже и саму рыбу уже и саму рыбу кто-нибудь съел но тем не менее не вот именно что будет ничего а что будет если не придет на суд если некому придет так не бывает так не бывает а если вулкан попал да и вулкан отрыгнет ты что думаешь ну ты же видишь мастера изображавшие это все в такие подробности не входили все это наблюдал вполне себе простой люд которому в общем этого было достаточно но все-таки желательно более того желательно чтобы оно хранилось в святой земле погребение возле церкви всегда считалось очень престижным и вообще некоторым залогом так давайте дальше что у нас там дальше ага это как раз правая сторона это тоже сюжет ну тут куча праведников праведные правители праведные церковные деятели праведные жены праведные монахи вот это все все сословия представлены что здесь интересно и хорошо здесь наличествует во первых он Авраамова с вот этими вот душами которые он под себя подбирает и у нас тут наличествует праведный разбойник который на Голгофе вместе с Христом торчал и в момент распятия уверовал вот он тоже в раю его не путайте с Христом это никогда не изображение Христа это изображение именно праведного разбойника Христа мы узнаем про круглому нимбу в котором крестик в ранней иконографии это может быть нимб другой формы но как правило крестик там может быть почему он праведный то есть праведного разбойника вместе с Христом отправили да а всех 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 отправляют вместе со своими пыточными инструментами это как раз традиция что называется ну а как мы иначе узнаем что это именно он он должен быть нет символика обязательно я если у меня на меня стих найдет но это в два часа я никогда не уложусь вообще-то конечно страшно интересно было бы почитать эволюцию символов живописи начиная с античности до наших дней вообще можно но это часов на шесть у нас есть три огромных статьи или четыре на перерывном чердаке с на сходную тему нет совершенно не на сходную я на тему еще не читал это я как это удочку забрасываю давайте дальше с византии 12 века мы покончили та которая в венеции сохранилась а это вот у нас знаете ли андрей рублев это успенский собор во владимире фреска конечно в очень плохом состоянии потому что ее записывали переделывали все остальное но основная мысль в общем ясна а а да нет рублев весь был такой вот вот он был про добро он был про добро ему ад изображать совершенно было неинтересно у него там сплошные праведники и все за книжками сидят молодцы такие и это пожалуй почему я собственно его показываю потому что ничего подобного в общем больше нету вот рублев был такой один это именно рублев или это все-таки госзаказ нет это именно рублев с другоном своем черным так вот церковь ему говорит нарисуй что пострашнее а он так в том то все и дело что тогда у художников такого масштаба нарисуй что пострашнее заказа не было к тому же это у нас немножко провинция владимир от киева далеко там можно развернуться вот в киеве бы такое не 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 это самое не 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 это у нас все еще прекраснейшим образом киевская русь но у нас тогда в упадке владимир это центр москва еще зарождается а владимир это владимирская но тем не менее относительно источника христианства это была провинция и там можно было себе позволить не константинополь вот ну константинополь на тот момент уже вообще полный террорам так давайте дальше дальше у нас босх значит это у нас нидерландское возрождение так называемое северное возрождение и это у нас босх с его полетом фантазии на крыльях воображения что тут интересно тут интересно очень во первых видение рая как вполне себе сада с источником жизни вечной фонтан в раю это довольно частая деталь вот во вторых ангелы вместе с людьми вполне себе ведут беседы и в общем и целом живут сами по себе вот страшно мне нравится я сейчас скажу 1440 кажется год вот страшно мне нравится этот цвет конца тоннеля это просто потрясающее что-то вот то как у него там уходят эти все души и то как это изображено вот откуда он это брал вообще я не представляю себе это же впервые появляется а это впервые появляется я вообще больше ни у кого света в конце тоннеля не видел более того это четыре картины отдельных которые очень долго были в по-моему в 15 веке их перекупил кто-то из венецианских дожищ их очень долго реставрировали их выставили буквально лет 10-15 назад их вообще не видел никто очень долго оспаривалось авторство но в итоге все-таки пришли к выводу что это босс а почему кто-то одетый а кто-то разъездный да нет люди все голенькие одеты только ангелы вот красный вот ангел да это вот крылышки ага все как плавается вот и у него же да совершенно замечательный белый свет который еще небесный и желто-красный обязательно вот адский это вот вот это у нас низвержение в ад и вот сидим горюем уже там на берегу уже все вот но это вот вещь его совершенно не каноническая каноническая будет следующее да да это вот у нас каноническая да это у нас каноническая штука босса называемая страшный суд вот со всеми его кошмарными потребеньками что самое интересное пребывание в раю он вообще не рисует вот это вот это история Адама и Евы вот сотворение Евы вот мы тут понимаешь яблочко кушаем вот тут нас ангел гонит чертовой матери а вот тут у нас сидит саваоф и на все это радостно взирает вот то есть у нас в раю вообще нет никого босс босс был недобр вот но да зато картины ада просто вот потрясают воображение своим разнообразием и различными прелестями а да и густонаселенные но мы учитываем что к тому моменту уже чуть ли не век существует божественная комедия Данте которую они все обчитались просто он то имел ввиду сатиру а все его восприняли вполне себе всерьез нехорошо получилось вот опять же с 12 века у нас существует некоторое количество визионерство записанного и как раз вот если я не ошибаюсь перед написанием вот этой картины вышел перевод одной из ирландских ну сказаний не сказаний легенд не легенд о некоем рыцаре который был уж очень не рыцарь потому что постоянно брался взимать долги ну короче занимался вышибальством таким вот а вообще-то это очень неправедное деяние потому что долги надо прощать и уж тем более рыцарю не не пристало ходить там по всем как на сборщику налогов мытарю деньги со всех вышибать так вот в один прекрасный момент видимо как раз после вышибания денег рыцарь падает замертво и лежит бездыханные три дня и три ночи и только потому что у него там где-то вот немножечко тепло вокруг сердца его не хоронят после чего он приходит в себя и говорит ребята я в таких местах побывал вообще просто вы знаете что там творится это ужас какой-то вот вот это вот это и вот это это кошмар какой-то и вот это вот двенадцатый век и она была переведена на огромное количество языков но ровно в рассвет творчества босков ему попался наконец-то перевод и он начитался да ему и так-то было до того не очень хорошо вот что здесь что здесь интересно я имею ввиду в смысле иконографии во-первых у нас здесь все-таки наличествует Дева Мария обращенная с мольбой к Христу во-вторых у нас тут Христос сидит на радуге что тоже начинает быть характерно для изображения страшного суда да обязательный конечно вот багряный плащ царский все как полагается рука благословляющая праведников и низвергающая грешников но в общем не то чтобы вот как-то эмоционально люди они вполне себе такие вот вот зато вот вот кошмарики все эти вот тут все как полагается ножи в самых неожиданных местах мясорубка эта мне всегда страшно нравилась откуда ты это брал вообще вот а предыдущие 4 полотна и это по датам как между собой соотносится совершенно отдельные совершенно отдельные вещи они позже это вообще чуть ли не одна из последних его работ вот и надо как это заметить что у него на ад отведена большая часть площади вот некоторая послойность изображения комиксов здесь все еще сохраняется вот это вот чистой воды комикс вот но а да много просто вот много ада и в общем кто его за это осудит что называется а можно пару вопрос вы сказали то что Иисус сидит на радуге но он же тут не показана характерная радуга конкретно семь цветов ну что же делать вообще то еще и краски выгорали помимо всего прочего но мы его еще увидим это именно она это радуга которая одновременно его трон и мы ее еще увидим во всем великолепии на вещах которые больше сохранились перебернутая радура почему нет вот она она одна по идее здесь должны быть все цвета между ними но с ними что случилось далеко не всегда были стойкие пигменты пятнадцатый век простите семьсот лет хорошо вообще все остальное как то вот весь зеленый как то вот еще во всех остальных местах ничего себе так вот листаем дальше у нас все еще Нидерланды и это у нас это у нас это у нас Мемлинк или Вейден это у нас Вейден по-моему ну сейчас секунду это у нас а я хочу подробнее уточнить с тем рыцарем то есть он упал замертво три дня я не знаю подробности истории этого рыцаря что то есть он три дня подряд лежал на земле и никто не подходил к нему не появилось какой-то трубочки его не стали закапывать потому что он был еще немножечко теплым я так полагаю отнести то его куда-нибудь на лавочку отнесли но в смысле поить трубочки вот легенде до этого не было никакого дела там главное было его видение его души когда он спустился в ад и поднялся и описал все это либо его напоили до того либо кислородное голодание и литургический сон в Италии легенда не сохранила не было никому дела господи боже мой я же говорю я ужасно люблю эту главу из чудес Богоматери где она продержала висельника в петле три дня он там висел и славил ее молитвами три дня три дня это же чудеса все какие трубочки вот и радуга значительно более выражена которая которая трон значит лилия в сторону праведников меч в сторону как это короче направо налево тут вот нет разделения это лилия ой покажите пожалуйста а кто из них лилия кто меч вот у нас лилия это просто большая лилия которую держат вверх ногами немножко цветки внизу та самая с которой архангел Гавриил Мадонни являлся провозвещать благое весть рождения да вот у нас меч и тут же у нас наличествуют обратите внимание к вопросу обычных инструментов крест терновый венец вот он всяческие гадости в виде ковья лангина которым была нанесена рана подреберная и столб у которого его сикли до того как казнить то есть вот тут у нас орудие пыток уже вовсю ну это довольно таки распространенный прием потому что как еще опознать святого как не потому как он умер святых много вот праведники уводимые ангелом собор праведные души с богоматерью и крестителем то есть у нас здесь где Иисус восстающие мертвые из могил весы в руках архангела Михаила вот земная сфера представленная державой и в общем тоже никаких особенных адских мук люди внизу очень не выглядят счастливыми вообще ну как же сказать вот те которые вот тут восстают и идут на лесенку вполне себе а вот те гонят в ад понятное дело вот у нас тут им чего радоваться уже огонь вот тут много чего можно сказать об этом полиптихе мне страшно нравится то как здесь жестикуляцией копируется поза Христа и поза Архангела то как здесь композиция перетекает из рамы в раму хотя вообще-то было принято в каждом кадре делать свой слайд что называется а тут вот вплоть до того что вот одежда из куска в кусок перетекает а собор уже становится как бы синонимом рая да у нас тут собор да у нас тут собор у нас тут никаких райских врат с Петром и ключами Петр с ключами остается в восточной традиции западная традиция у нас тут уже во всю во всю собор так давайте перерыв 15.04 да хотите перерыв надо 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 подышать а то у меня еще немножко Нидерландов есть а потом будут итальянцы давайте закончим с Нидерландами и ну давайте вот значит особенность этой штуки вот чтобы вы знали за что я как это люблю христианство дело в том что этот полиптих был заказан не для церкви а для больницы более того поставлен в том зале вернее в том зале где ему повесили этот большущий алтарь было поставлен 3 с кроватей для неходящих чтобы они смотрели и готовились разумно затейники были господа заказчики вот ради этого изначально так заказывалось да это имелось в виду вот то есть идея о душе подумать была очень естественно вообще никому в голову не приходило что это ну несколько жестоко нет ничего подобного наоборот самое время самое время да и смотрите как может быть хорошо и как может быть плохо вот значит давайте у меня еще мемлинг любимый мой тоже с архангелом вот кстати значит собор у нас тут наличествует на соборе ангелы поют вплоть до с мандолины когда ангел начинает играть на музыкальных инструментах я всегда страшно радуюсь ну чем вот здесь же у нас наличествует та же лилия тот же меч та же радуга та же сфера те же крест венец столб вот это все но обратите внимание на хрустальную лестницу ведущую в собор это вот как раз из книги Еноха маленькая такая существенная деталь вот опять же взвешивание души я так понимаю что особенно не заморачивались что там чего перевешивают вот тут праведник перевешивает грешника на предыдущей картине грешник перевешивал праведник то есть это вот главное что они разные весят и самое главное что один с одной стороны друг с другой то есть уже все все определилось гляна пашка вот и вот тут уже значит уже значит начинают корежить всячески вот тут уже летят просто толпы людей в бездну их тут встречают черти заковывают в цепи тащат вот вот хороший такой хвостик у него вот то есть все все у нас уже вот уже вот вверх ногами кого-то тащат но пока еще на куски не раздирают подожди это после босха или до это какой примерно век это все один и тот же период это все северное возрождение это чуть чуть попозже босха почти одновременно с ним потому что у босха было многое происходило с людьми ну понимаешь босх был повернутый на всю голову да он такой один хвала бога а можно кое-что просить просто в прошлой картине меч острие указывало в левую сторону а сейчас почему-то в правую а вот это были вполне себе больные трактовки которые художники могут себе позволить главное что и то и другое от него исходят а вот как его направить это уже такие дела помнится сохранился прекрасный совершенно анекдот когда как раз Микеланджело изображал папу и уже сунул ему в руки книжку а тут что это я с книгой я хочу быть грозным и тогда он ему меч и такую рожу ему состворил это чего такое сказал папа это вы грозите грешникам в вашем не хотите книгу получаете меч да не хотите книгу получаете меч совершенно верно вот очень я его люблю и а самое главное вот абсолютная бесстрастность тех кто судит вообще не малейший все очень спокойно Мишенька вообще прекрасен как я не знаю кто да копьем тебя вот и еще один момент я хотел бы прояснить по правую сторону от Архангела Михаила есть ангел и черт и между ними человек которого не тянут ну да потому что черт всегда журничают перетягивают а что он человек на территории как бы ангелом поскольку я для себя так пояснила а ангел ему в рожу копьем тычет а это копьем о заскочил на вражескую территорию то есть он заскочил на вражескую территорию да он уже прошел а тем не менее тревога осталась то есть там еще возможно что тебя куда-нибудь есть за что ухватить да я показывал уже еще покажу черти пытаются даже в момент суда свитки с благими деяниями из чаши то урвать и им там валять сюда вот нет черти хитрят черти хитрят как могут просто изо всех сил это у них как это да у них профессия такая они они обязаны это делать вот давайте дальше что-то у меня там такое было хорошее да это Мишенька отдельно вот разнообразие крыл мне страшно нравится у ангелов то есть все что угодно и вот бабочковые крылья у черта мне тоже очень нравится я когда буду монтировать запись я вот это вот все крупным планом так чтобы можно было еще раз смотреть вот давайте дальше да и сияющие золотые доспехи мне тоже очень нравится кстати вот это у нас один из ванейков это тоже все тот же самый вся та же самая середина 15 века вот вот это диптик с распятием и страшным судом что тут страшно интересно отрожество смерти вот она тут появляется несмотря на то что тот же самый Михаил не дает ей вступить в горнее царство но вот своими крыльями она полностью покрывает все что только можно и вот из нее собственно и валятся все и валятся и валятся и валятся вот опять таки все все из моря все из суши со всех сторон ну и праведники понятное дело очень интересно здесь то что фигуры Девы Марии и крестителя значительно крупнее чем все фигуры праведников то есть они равновелики Христу но не тем людям которые там тоже как-то где-то шевелятся вот и опять же радужные крылья ангелов мне здесь тоже страшно нравится вот тут может быть не очень видно тут вот павлинье перо которое кочует из картины в картину и которое потом в силу везет на демоне врубера вот так что у нас осталось еще от Нидерландов осталось еще что-нибудь генский алтарь еще остался потому что он красив как я не знаю что это уже оба это уже оба брата одна из прекраснейших вещей северного возрождения просто изумительно тут я не знаю за что даже схватиться самое замечательное здесь ведение рая конечно я собственно ради него здесь это взял в котором у нас наличит поклонение Агнцу типа он тут в качестве вот Христа я не знаю суд состоялся не состоялся но так или иначе в общем все уже у всех очень хорошо ада у нас тут нету у нас тут есть райс источником вечной жизни обязательно вот и толпы вполне себе довольных людей тоже с книжками вот как это читайте книжки играйте на музыкальных инструментах и играйте на музыкальных инструментах да все все полагается вот вот нет ангелы ангелы вот здесь вот изображенные с всеми возможными инструменталками они абсолютно прекрасны конечно поющие ангелы играющие ангелы все все как полагается полная слава ты сказал это оба брата а братьев не представил в анеке в анеке они когда поросли работали когда вместе но конкретно этот алтарь они вместе писали 4 года если не ошибаюсь вот на этом у нас с нидерландами покончено можем устраивать перерыв да дальше пойдет италия буквально как мы дошли до сих сиска капеллы такой не устали еще очень интересно подвигаться 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 ну я тут бегал все это время тут дом судом вот но самое главное что я хочу сказать это то что каждый художник все это трактовал в меру своей испуганности от заказчика от заказчика очень мало что зависело на самом деле от заказчика стало зависеть все немножко позже и тогда же возникают донаторы на картинах да да поехали можно сделать покрупнее и свет погасить да вот это у нас базилика сан петроне в баллоне 1400 художник итальянский Джованни Дамодара они часто именовались по месту происхождения и вот тут у нас уже ад-ад натуральных подробностей просто какое-то бешеное количество смотреть на это действительно страшно особенно страшно смотреть на сатану не то чтобы там что-то уже от бога осталось одни сплошные кошмары люди висят вниз головой пожирают их там всякое такое это в общем треска целиком есть следующий слайд покрупнее с адом 15 начало 15 века самое начало возрождения это у нас вот так возрождение начинается за что люблю что называется да понятное дело что у нас там иуда пожирается сверху выходит снизу вот сатана как портал это вообще прекрасно вот уже уже черти не просто тащат куда-то кого-то а кусают за все места обратить внимание уже буквально уже буквально раздирают грешников в полном смысле слова то есть у нас пошли ужасы и кошмары ну то есть натурально кошмарят народ прелесть этой фрески заключается в том что исламисты утверждают я не знаю кто из них честное слово исламисты утверждают что здесь изображен одним из мучимых какой-то знаменитый пророк и конкретно эту церковь уже 4 раза пытались взорвать да конкретно конкретно за эту за эту фреску очень очень это дело не любят если запрет вот ну вообще вот тут вот вот все все как полагается да вот тут вот раскаленную какую-то гадость вливают в рот кусают терзают крючами подвешивают то есть тут уже настоящие муки плоти никаких мук души эмоциональной выразительности здесь нет здесь все буквально очень-очень наглядно и внятно вот там глаза кому-то выкалывают рогами хорошо в общем развлекаются возможно это как-то связано с тем что испанская инквизиция заполнилась да какая же в Болонии испанская инквизиция да и рано еще испанской инквизиции вот но да действительно пошли сытые времена потому что возрождение у нас не на пустом месте возникло пошло несколько лет реального настоящего изобилия очень большие урожаи люди несколько раздышались и потребовалось их устрашать больше и крепче чем это делалось то есть да картины ада начинают приобретать сильно угрожающий характер потому что так не доходят более хорошо стали жить давайте дальше вот это у нас флоренция 1430 1430 конкретно этот эта фреска находится в музее у него есть еще одна картина но к вопросу о разнообразии да ну тут аду отвезено очень небольшое место ну что мне страшно нравится это хороводы праведников с ангелами в раю обнимаются целуются с ангелом вот у него крылышки торчат и водят хороводы ну то есть одновременно с всеми кошмарами существуют и очень добрые картины на самом то деле то есть все очень разнообразно ну и ряд скрытых могил тоже очень хорош мне очень нравится вот та же самая сфера царские одежды Мария креститель все как полагается сон ангелов вокруг то есть все по канону здесь совершенно чудесный его плохо видно но совершенно чудесно лохматенький рогатенький сатана такой хороший вот и совершенно чудесная подробность котел то там ладно хрен с ним с котлом а вот тут вот накрытый стол на котором черт двигает закуски поближе палочка и сидят люди со связанными руками которые не могут до всего этого дотянуться помните греческую мифологию с муками тантала вот вот листаем дальше и вот он у нас красавец почему я говорю вот он у нас красавец потому что с моей точки зрения это хорошая основа для какого-нибудь фонтана торжество плоти просто немыслимое это это уже соскобленная цензура когда римляне это все увидели первый раз они потребовали всем нарисовать штаны потому что смотреть на это невозможно просто вот и во-первых чертовски агрессивный христос просто вот ну я вас всех сейчас отвернувшаяся от грешников Мария абсолютно в пассивной позе вот она которая вообще уже слова молоть ему поперек не может все уже считается что это все было торжество папства которому не возразить слово поперек не сказать в общем как то как то вот так кто это нарисовал Микеланджо это сексистская капелла страшненькая вот колонна крест полное ощущение если честно что они их поделить не могут так набросились вот креститель отдельно креститель у нас вот он тоже возмущавший всех страшно тем что он абсолютно нагишен и тоже как то вот особенно ни слова не сказать наглядность просто ужасающая удручающая наглядность я бы сказал давайте подробности сейчас их тут будет немножко да это же просто сейчас я вам дам это же просто античное это как то перекликается с статуей Моисея его же античное вообще свалка какая то вот при этом все такие атлеты все такие накачки у всех такие кубики на пузе смотреть страшно просто реально да это он не себя слева обозначил профиль похожий нет вот это вот левее 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 полный рост фигура да я даже кстати не знаю кто это с такой прекрасной задницей нет с передницей рядом с задницей вот это это этот самый это как раз Иоанн Креститель ну очень похож на самого автора кто тут на него не похож я прошу прощения у всех носы одинаковые вы на них посмотрите у Христа профиль понятное дело антиноя но носик то тоже фамильный главное как вполне фамильный носик а самое главное что вот что тут наличествует это все праведники в ужасе вы на них посмотрите на всех что ты говоришь натурально в ужасе вот этот жест абсолютно прекрасный Петр с ключом ну типа ну рай 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 ты чего рай вот он да вот он стоит с огромным ключом от рая типа куда мне его девать то теперь то есть это настолько человеконенавистническая вещь на самом то деле то есть я понимаю что это там высокое возрождение считается что великолепный рисунок с моей точки зрения это ужас просто карамешный а не рисунок анатомия всех этих людей вызывает у меня желание ну вот что с торсом у Христа творится кубики сползли и кубики сползли и жуть какая-то на бедрах и ноги такие что Рубенсу с них своих матрон писать с таких ног перекликается с таким советским социореализмом в 30-х годах ну это называется ура античность вы на его бицепсы посмотрите это же культурист вспухший бицепс все было крестите как все другие а я не услышал почему нельзя было у всех мужчин у них какая-то накидка которая прикрывает почему крестите у нас такое особенное ну тут вообще по минимуму все таки гениталии не видны по минимуму все таки прикрыто и все равно штаны нарисовали потом поверх потом долго стирали потому что невозможно было на это смотреть надо на всю эту толпу голых праведников ну хоть Мария одета и то хлеб спасибо могли в общем и с ней нехорошо обойтись не могли женщина Макеланджело похожа на мужчину у нее тоже были убийцы ну да у нее тоже с убийцей все в порядке вы посмотрите на ее руки на Марию то на эту она похожа на карикатуру церковь с ее воздержанием праведностью да то есть там не съешь лишнего не сделай лишнего и так далее и так далее и вот это полное соврание ну хреновая она заступница здесь да тут оно вообще все такое как карикатура на церковные все эти законы так вот там то все и дело что нет сикстинская капелла считается бенцом вообще церковной живописи но Христос то явно с креста не снят иначе крест бы не выдержал это все таки живопись скульптора ну это понятно живописец он был отвратительный скульптор он был великолепный а живописец он был отвратительный все эти его кошмары анатомические просто просто я не знаю как надо было кормить этого нищего проповедника чтобы у него были такие запястья ну какой зал он должен был ходить в этой своей иудее отъелся уже к этому времени ну вот да вот отъелся уже к этому времени и от всех ран исключительно рана на боку он осталась едва видная и вот на ногах еще что-то а на руках вообще уже ничего не все заросло нормально все вот там у меня есть еще немножко подробности давайте вот святой Варфоломей с собственной кожей в руках вот такие вещи я просто страшно люблю они как раз начинают набирать силу где-то примерно вот здесь он себя изобразил да где он себя изобразил я же говорю носы у всех совершенно одинаковые ну вот разве что на коже ну вот видимо он же в процессе слетел с лесов ну да расшипся месяц отлеживался может сказалось я не знаю вот но вот эти коленки бугристы мускулатура эта вся Варфоломей с этим ножом с которым с которым его с него эту кожу сдирали почти что серп и молот в руках ну жуткая вещь на самом деле реально жутко и вот это вот у нас да венец живописного мастерства Застрелите меня кто-нибудь. Ну, спасибо, что хотя бы не одни мускулы с кровью и костями. А ему, походу, новую кожу дали. За это спасибо. А мне-то тут ничего крови мускулов нету. Это же плечи-то какие. Боже ж ты мой. Я понимаю, он имел в виду, что они все мощные. Что они все человечище. Такой весь из себя. Но выглядит, если честно, страшно. Сейчас у нас будет креститель в подробностях тоже. Давайте следующую. Они же перепуганы все. Вы посмотрите на них. Праведники. У них у всех глаза вытращены и у всех плечи опущены и головы вниз. И, ну, в общем, остановить-то его никто не может уже этого Христа. Это уже все, уже вражь вошел. Это же просто кошмар какой-то. Может быть, уральни должно быть место страху Божию. Ну, вот тут этот страх Божий зашкаливает. Причем тут нет никого, кто бы не боялся. Вот это как раз то, что меня повергает в большое смущение относительно величия этой фрески. Что тут даже у праведника сердце в пятках. Тебе сейчас как засудят вообще нафиг всех. И засадит. И засадит, да, к чертям. Вот. И там, значит, есть еще такая душа испуганная. Давайте следующий слайд. Ага, это вот у нас Петр с ключами, типа вот-вот-вот-вот. Вы посмотрите на эту жестикуляцию, на эти глаза. А откуда у него этот ключ? Это ключ от рая. Да, откуда у него? Ему был выдан. Еще при жизни Христа. А почему он тогда слева? Почему он что? А почему тогда слева? А не справа? Потому что здесь они все. Ну, Микеланджело вообще что хотел, то и делал. У него и Иисус тут нарушен. У него тут креститель где-то в стороне вообще. Да одна Мария сидит, тоже не уделал. Я когда говорю, что вот к тому моменту, как все это начало набирать обороты, когда дело в том, что мы же, я вам показал вот эти вот прекрасные штуки Северного Возрождения. Они все по именам известны. Но до начала мы от Готики знаем два-три имени. А в Возрождении уже все по именам. Уже все личности, уже все люди такие не последние. Им уже практически все позволено. Как Микеланджело посылал всех, кого ему хотелось послать, это отдельная прекрасная история. И при этом нет, никакой Иоанна Фимы не боялся. Ничего так вполне себе. То есть вот это начинается период, когда, во-первых, начинаются подписи. То есть ты не просто трудишься на благо церкви, но ты еще и имя при этом имеешь. Огромное количество строителей, художников, которые возводили соборы, писали картины, фрески, алтари. Они это делали безымянными, потому что не в этом было дело. А тут у нас уже важно, не только там... Тут уже частные заказы идут, предпринимательство уже... Ну как частные заказы? Это папский заказ. Ну это частный заказ. Папа Сикст того и... Заказал, но как частному предпринимателю. Уже создаются... Это Фимеола деньги. Жуть во мраке, короче, по-моему. Мастерские. По-моему, жуть во мраке. Там еще какая-то голова из-за ноги. Там не одни, там еще и другие глаза кашчат. А это... А почему у нее нет глаз у этой женщины? Словно обозначено. У него вообще задний план прописан очень скупо, потому что вот тут вот глаза тоже только обозначены, и больше ничего. В общем, как это? Создается эффект присутствия толпы, но ему не очень есть дело до тех, кого он пишет. Тяжело на стенке писать. А? На стенке высоко, тяжело писать. Ну, он там на лесах это все делал. Причем делал все сам один. Никого не подпустил, ни учеников, ни помощников. И как раз писал сверху вниз. Разбирались леса, более высокие. Он потихонечку спускался. Вот. Ну, так он же и под потолком тоже сам торчал. Лежа. Как он это делал, я вообще не представляю себе. Краска в глаза капает. Ну, не знаю. Ну, так или иначе. Ему в силу того, что работа огромная и тяжелая, а он был уже в возрасте, предлагали это все писать маслом. Но он наотрез отказался. И это, конечно, классическая фресковая живопись. Всеми этими пигментами, которые исключительно по штукатурке использовались. Так, кто у нас там дальше? Ага, вот эти вот низвержения, низвержения грешников. Ну, то есть, ну, в общем, страшненько все. Все-все очень страшненько. Развлекался ракурсами, конечно, надо отдать ему должное. Кое-где даже вон штаны прописаны. Не пожалел штанов для человека. А может быть, это как раз те, которые не стали соскабливать, потому что не очень важно. Я не знаю. Вот, но вот у него этот вот грешник, закрывший лицо рукой, ну, с точки зрения анатомии, это просто ужас какой-то. Ну, правда. Я предполагал, что будут смотреть расстояние 50 метров. Высота я не помню, да? Вот смотреть вот туда. Мы сейчас это приближаем. Оно не было рассчитано, да, для того, чтобы смотреть. Простите, но если скульптор не рассчитывает точку зрения? Да нет, ну, это действительно предполагалось смотреть на все сразу. Но нет, дело совершенно не в том, что у него здесь вообще, в принципе, ни одного, не знаю, ни по одной и той же мерке скроенного тела нет. У него все тела совершенно одинаковые. Но у него люди возрождения, гиганты. Я хочу еще один момент прояснить. Вот в правом нижнем углу человек, которого кто-то несет. И к этому человеку, к спине, я не могу пока разобрать, ангел. Труба, да. Да, и он почему-то не изо рта куху, как врач. Ну, он там обернулся. Нет, это не куху, это вот он оборачивается на какую-то реплику вот этого красавца. Они там все общаются, общаются они там все. Вот, кстати, между прочим, кто у него здесь сохраняет олимпийское спокойствие, это как раз ангелы. Все вот эти вот с трубами, у них вообще ничего с эмоциями, нормально все. Им пофигу. Типичный понедельник. Вот это вот то, что у нас является, считается вершиной изображения страшного суда. Ну, страшный. У меня масса претензий. Масса претензий у меня, если честно. У меня вообще к возрождению масса претензий. Они, пытаясь воспроизвести античность, воспроизвели римскую имперскость. Во всем причем. И от античности с ее веселым прославлением тела практически ничего не осталось. Осталась римская гипертрофированность, уродство лиц, потому что именно римский портрет эволюционера приходит к изображению человека со всеми его оспинами на лице, с перебитыми носами, со всем вот этим вот. Вы в античных портретах не найдете некрасивых лиц. А вот рим с его солдафонами, выбившимися в императоры, вот он начинает соцреализм насаждать. Меняется идеология? Да, да, конечно. По римскому портрету можно вообще отдельную лекцию сделать, потому как он превращался в... и ради чего изображалось это самое неприкрытое уродство. Недаром же все это в итоге кончилось полным кризисом веры и торжеством христианства. Давайте обратно к теме. Давайте обратно к теме. А знаете, что у нас сейчас будет в качестве обратно к теме? Нет, не знаю. Давайте. Сейчас у нас обратно к теме. Будет то, чем все это вообще закончилось. Это Рубинс. Это, извиняюсь, уже какая-то колбасная лавка. Вот как ничего другого из возрождения, кроме барокко, не могло получиться. Вот наглядно все очень. Это у нас низвержение грешников. И тоже с некоторым закосом под античность, потому что тела, 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 тела в разных ракурсах, в разных позах. Мясистые, как я не знаю что. Ну, как все у Рубинса. Но это уже совсем свалка. И если честно, осуждая Микеланджело, я вообще не понимаю, как вот это вот было признана за живопись, потому что, с моей точки зрения, это жуть во мраке. Торжество плоти такое бесконечное. Ну, если бы жены были нагонять страха, то им удалось. Стремновастенько, да? Ну, стремновастенько, да. Но Рубинс, с моей точки зрения, Рубинс, с моей точки зрения, весь стремновастенький, если честно, когда он начинает воображаемое изображать. У него портреты великолепные. А как только он идет к воображаемому, на него смотреть невозможно. Он такого на воображает. Просто слов никаких нет. Визионерство такое, жутенькое. На стоглавом соборе при Грозном, на вселенских соборах, много раз догматировалось не изображать того, чего нет. Но видения считались заистинными. А вы же понимаете, когда у человека видения возникают. В бреду и горячке. Со всеми последствиями. Так, все, хватит с нас Европы. Давайте дальше. И дальше у нас будет наш прекрасный... А, да, вот остатки еще. Это вот то, что у нас совсем-совсем на излете. Это у нас Васнецов. Это вот, что называется, самое последнее изображение страшного суда. Потому что сейчас как-то не то, чтобы эта тема муссируется. Но Васнецова это еще было. Это конкретно картина. Там у меня есть еще его роспись Киевского Успенского собора. Но вот это вот то, как вполне себе самая позднее, что называется, трактовка. По сравнению с Босхом, он вообще наш современник. Но тут, по крайней мере, хоть какое-то местами милосердие. Хотя надо сказать, что несчастная дрожащая душа, стоящая на переднем плане, у меня вызывает желание быстренько ее укутать чем-нибудь. Вот это вот стрессовое одеялко на нее быстренько накинуть. Хоть как-нибудь. Канонных моментов здесь очень немного. Разве что сфера вокруг Христа. Но, тем не менее, в эту сферу вхожи и Мария, и Креститель. Огненная река уже никак к Христу отношения не имеет. Она уже сама по себе. Вот, Сатана великолепен. Вы посмотрите на него. Такой цыган вообще. А, это тот, который... Вот же он прекрасный. Вот он. А, это он. У него полные руки свитков, он кладет один из них на чашу. Если не грешник обзвешивал, это свитки. Ну, с записями деяний. Да, это как раз вот канон. Вполне себе православный еще. Он остался, и мы сейчас с вами будем его разглядывать. Значит, давайте следующий слайд. Это еще один его вариант тоже. От этих облаков у меня ощущение просто снега в тундре, честное слово. Честное слово. Вот. Змей этот вообще совершенно всепоглощающий. Единственный, может быть, некий момент, это то, что вот даже из ада дозволено душам взывать к милости Господней. Вот они как-то на небо смотрят. Вполне себе. Зато вот тут у нас Богоматерь все еще о чем-то сына просит, а креститель уже отчаялся. Все уже. Уже у Иисуса не меч, а книга в руках. И книга, и крест. Ну, тут надо сказать, что опять-таки в Оснецову было можно все. Да. У нас тут есть его немножко в Софии. Мы на эту тему уже с Ольгой думали, не сделать ли отдельную экскурсию по Софийскому собору, которую расписывали как раз передвижники. Это прямо хорошо было. Ну, вот, давайте, Бог совсем этим пиром духом. Да. Да. Наконец. У нас Рильский монастырь. Это у нас 18-й, если не ошибаюсь. Увек 18-й. А вот когда конкретно эту штуку расписывали, эти вот не назову. Но, по-моему, все-таки в 19-м. Даже 19-й, да? Я потом субтитром наложила деньги. Вот. Значит, у нас вообще что с православием-то случилось? А все-таки в Болгарии православие, несмотря на то, что церковь автотефальная. То есть, отделенная и от Византии, и от Рима. Именно тогда, когда Византия пережила свои три иконоборческих периода, и почти ничего не осталось. Иконы пожгли, мозаики позбивали, книги пожгли. Огромное количество храмов было разрушено. Возникает канон. Канон возникает ради одной единственной вещи. Все должно быть написано одинаково. Потому что, если такой кошмар случится еще один раз, можно будет по единственному образцу все восстановить. Поэтому у нас православная живопись и канон. Потому что Русь, понятное дело, это все в X веке взяла целиком, как было. И все, понятное дело, первые мастера, которые расписывали православные храмы Киевской Руси, они все, конечно, были греками. Они все были византийские мастера. Соответственно, все уже канон сидел в головах. Очень тщательно. Что самое интересное, мозаика до нас не дошла. Я имею в виду до Руси. Вот в Болгарии, по-моему, ее тоже особенно нет. Вот какие-то кусочки сохранились, типа вот была вроде бы. Но только римская. Я имею в виду, что все то, что было на полу, до нас дошло. А все то, что было на стенах, до нас дошло в виде отдельных, именно что кусочков мозаик, потому что, да, османское владычество. Османское владычество, к сожалению. Поэтому мы не знаем, переняла ли Болгария мозаику. Просто не можем это сказать. Но и еще один момент, конечно же, заключается в том, что фрески были гораздо, гораздо, гораздо дешевле. На мозаику нужны были мастера. Мастеров после всех этих безобразий многовековых было не напастись. Зато вот мы можем тут развернуться, что называется. Это у нас фреска западного портала часовни, которая находится недалеко от Рильского монастыря. Сейчас здесь будут картинки наперебой, потому что и оттуда, и оттуда. Потому что в Рильском монастыре на фасаде храма, боковом, правда, не том, который исхода, тоже наличит свой страшный суд, совершенно сходные иконографии. И даже, кажется, один и тот же художник. Во всяком случае, ощущение очень близкое. И вот тут мне лично страшно нравятся подробности. Вот это как раз с Рильского монастыря. Там много таких рамочек, в которых прописаны все. Блудницы, мздоимцы, странно неприимцы. Я все ждал, когда там будет надпись «Просто неприятные люди». Потому что все к тому шло. Это, собственно, с католикона Рильского монастыря, с главного храма, который... Да, да, да. А странно неприимцы, одни женщины. И, видно, монахи имели к ним, и путешествующие художники имели к ним. Нет, это... Большие претензии. Дело не в том, что... Нет, это вот... Как это одни женщины? Вот тут единственная грудь наличит. А все остальное... А все остальное не имеет значения. Все уже. Душа же все-таки... По фигуре вроде как женщина. Ну, это каноническое изображение человека. Вообще, опять-таки, поскольку в канон вошло, изображение человека, когда его рисуют на иконах, как и во плоти, и без, в качестве обозначения особой святости изображаемого, то анатомических подробностей вы ни на какой иконе никогда не найдете. Более того, обратите внимание, православная икона начисто лишена святотени. Ее не должно быть. Потому что это как раз признак, ну как, академизма. Это другое. Вообще не из этого. Это изображение более чем умозрительное. Это возрождение пошло в торжество плоти, и дальше в барокко, где там этой плоти уже просто задавиться можно было. Вся православная живопись передает идею события, а не анатомические подробности. Никогда. Комикс. Ну, не то, чтобы комиксы или не комиксы. Разделение на части, конечно, вполне себе комиксовое. Но, тем не менее. Нет, это как поучительные комиксы. Да, да, конечно. Ну, как раз построение иконы, алтаря, большой какой-то работы как комикса, это очень старая вещь. Но это же не говорит об утрате и мастерства. Нет. Нет, это именно канон. Это митивизм какой-то. Ни в коем случае. Это именно канон. То есть вы считаете, что этот художник мог нарисовать как Рубенс или Макеланджо? Давайте дальше. К вопросу нарисовать художник. Это у нас вот восстание из могил, уведение праведников. И опять-таки земля отдают, и вода отдают. Да, это вот то, что осталось буквально вот такими почти медальонами на фресках православных, особенно в Болгарии. Ну, вы же туда когда-нибудь поедете, на все это посмотрите. По крайней мере, будете знать, что к чему. Можете с нами поехать. С нами будет еще интересно. Да, вот это вот утаскивание то ли мусульман, то ли иудеев прямо вот веревочкой в эту самую речку за ногу тянет. Как мне нравятся подробности этих фресок. Просто прелесть что такое. Они такие буквальные. Такие чудесные. Давайте еще. Вот, пожалуйста. Прекрасная пропись лиц. Прекрасная пропись волос. Все равно перспективы и двухмерность. Перспективы нет. Двухмерность. Это уже канон. Так и не должно быть. Это канон. Не изображение реальности, а изображение. Или по другому не можешь. Изображение видеть. Нет, они прекрасно могли по-другому. Они великолепно могли по-другому. Начало девятнадцатого века. Там-то и дело. Там-то и дело. Умеют. Прекрасно уже умели по-другому. Техзадание вот такое. Тени на тканях же есть. Ну, канон это техзадание. О, кстати, да. Обратите внимание на драпировку. Складки же прописан, да? Да, с драпировками все прекрасно совершенно. А с лицами нет. Едя. Зачтешь нам как-нибудь лекцию про как трансформировалось именно конкретное иконографическое изображение людей? Просто если мы сейчас туда пойдем, мы сильно надолго... Где? В православии оно не трансформировалось. Окей. У нас есть... Ну, раз уж мы туда пошли. У нас есть совершенно прекрасная Хрелева кула. Мы с тобой видели фрески 12 века болгарские, на которых люди изображены по античному канону изображения людей. Ну, так тоже 12 век. Тут уже канону сколько сотен лет. На этом мы прям вот здесь ставим паузу конкретно в этой теме и переходим к следующему, потому что у нас время заканчивается. Вот. Но, тем не менее, это у нас не что-нибудь, а райский сад, чтобы вы знали. Да, вот с Петром с ключами. Петр, наконец, в пределе. Это вам не Микрианжел. Вот. Лона Авраамова, Авраам Исаак, Яков. Никого не забыл. И тот же прекрасный разбойник, который теперь уже в раю, потому что хорошо повисел на кресте. Вовремя уверовал. Да, вовремя уверовал. Вот. Абсолютно классическое изображение райского сада, которое тоже кочует из фрески фреску. И тоже много где можно опознать. И как это? Вот теперь вы знаете, кто эти три старца и кто этот непонятный юноша, сильно смахивающий на Христа. Чего у нас там еще есть хорошего вам? Что-то я еще вытаскивал. Ага. А вот это вот фреска непосредственно со стены рейского монастыря. И наличит вот у нас голубь на книге в качестве символа христианской веры. Вот эта вот река, она вытекает из подножия трона. Но что мне здесь страшно нравится? Вот не могу просто. Люблю, не могу. Вот тут вот эти самые черти с этими самыми попытками перевесить весы. Вот она, душа стоит. И вот весы висят. И ангелы вилами этих чертей отгоняющие. Такая прекрасная наглядная буквальность. Просто прелесть-то такое. Страшно мне это все нравится. Ну, доброе все очень. Ну, правда. Ангелы за нас. Не оставят. Ну, так это, простите, болгарское возрождение. Ну, да, в том-то все и дело. Там, где кто ходит в церковь, тот точно не враг. Есть у меня там еще что-нибудь? Что-то еще, по-моему, было. Это фреска полностью. Все? Ну, все, что вытащил. Вот, по-моему, замечательно. Вот. А самое главное, что вы все это можете увидеть своими глазами. Да. И уже точно знаете, что к чему. Откуда река взялась из-под ног трона Христа? Кого в ней топят? Еноха перечитали, как следует. Почему рыба выплевывает людей? Вот кто вот все эти люди, которые заняты странными делами, мы не знаем. Ты кого имеешь в виду со странами? Вот эти вот женщин с той стороны реки. Это не женщины. Грешники. Грешники. Вот это вот, вот это вот солнце. А можно нам предыдущий слайд? Там есть мои любимые странные сюжеты. И еще предыдущий слайд. Вот. Вот эти вот все люди, женщина, которая что-то придет из хвоста зверя, у которого изо рта... Это земля, я же тебе говорю. Правда? Это земля. Верховно льве, чтоб ты знала. Это лев. Все, понял. Или слон. Скорее слон, кстати, судя по хоботу. Это слон. Люди, это слон. Вот видишь? Простите, прости же, меня не узнал. Слона, это слон. Со всем этим страшно, интересно разбираться. Я, конечно, задаю очень... Слон с когтями, это, конечно. А понимаешь, верблюды у нас ходили под грузом, а вот слоны до нас вполне могли и не дойти. Если, вот так и деться, что рядом с слоном почти такого же размера свинья. Это дикий вепрь, я думаю, который тоже многих подрал. И которому тоже много чего придется отрыгивать бедологию. Ну что, есть ли что-то, о чем мы не поговорили? Есть ли что-то, что ты хотел бы рассказать в финале? Да я даже и не знаю, о чем мы тут еще не поговорили. О двух хвостах у дьявола? О тех чертиках, которые делают, вы сами увидите, что, когда поедете в рельский монастырь? Ой, чертики там, конечно, вообще. Надо же сказать, что, ну, реально, с Шуйским по фрескам гораздо интереснее, чем без него. Вот, так или иначе, рельский монастырь... Потому что Шуйский бегает и кричит, боже, какая прелесть, боже, какая прелесть, а вокруг меня бегает Ольга и говорит, объясни мне, над чем ты тут ржешь. Ну, в общем. К вопросу о болгарском православии. Я вам в самом начале говорил, что мотив доброго пастыря исчез уже, ну, в общем, к пятому веку исчез совсем. Непопулярен стал. А в Софии, в одном из парков, есть фонтан, где юноша с нимбом и пастушьим посохом по воде окипосоху ведет Ольга. И когда я его сфотографировал и поместил у себя в фейсбуке, мне написали, что этому фонтану, ну, три года от силы. То есть, он совсем свежий. В прошлом году поставили. Ну, вот как-то, да, совсем свежий. То есть, вот, а здесь это живо. Все уже и забыли вообще, что это был такой добрый пастырь. А здесь живет вполне себе. Я не знаю, может ли в принципе измениться православная иконография, потому что, да, она экономична. Вот. Но то, что здесь пишут, как сами хотят. Ой, слушай, вариаций масса. Вот. Тот же самый Софийский собор Александра Невского расписан художниками конца 19-го, начала 20-го века. Так я и говорил, передвижниками. То есть, это огромная художественная галерея, которая, с одной стороны, вполне себе воспроизводит известные нам, уже сегодня известные нам сюжеты, вот. А с другой стороны, написано в традициях скорее западных, чем восточных. Ну, в общем, в Болгарской церкви можно найти все. Вопрос, с какими проводниками находить и сколько времени провести. Вот. Я не знаю, получится ли у нас провести собор Александра Невского как художественную галерею. Я бы очень хотела. А так или иначе, мне ужасно нравится то, что Доброго Пастыря сделали именно сейчас. Когда у нас в очередной раз меняется мир, неплохо бы вспомнить, с какой идеей начиналась вся эта история про адские котлы, которых нет, про посмертные мучения, которых нет. Ну, кстати, я должен еще заметить, какую часть ада здесь отводят на фрески. Одну пятую, в лучшем случае. Все остальное рай. Это тоже очень такие говорящие детали. Ну что? Вопросы есть? Нет. Потому что вот с каким чувством вы покидаете страшный суд, это, конечно, прекрасная шутка. Но... Оптимистически. Оптимистически, да. Ангелы у нас не оставят. Видели? Если на фресках занята одна пятая, значит, у нас есть какие-то шансы. Очень серьезные. Очень серьезные. Да. Вот натурально это вам не возрождение. О, мой Бог. Я как раз считаю, что так и надо. Ну и, конечно, смешные черти, настоящие смешные, не страшные вообще ни разу. Смешные черти, которых... А ведь скорее картики, чем черти. Да, которых еще и ангелы билами в попу тычут. Типа, моли, давай отсюда. Там в монастыре целая стенка называемая «Мытарство души». Как раз комикс. Большое количество картинок с всеми возможными грехами. И с ангелом, у которого есть рецепт, как этого греха избыть, избежать. И тоже чертиком, который тоже пытается что-то вот как-то подбить и тоже получает копьем в попу. Ну вот оптимизм болгарской церкви мне нравится невероятно. Черти не страшные. Ангелы во всеоружии. Все будет хорошо. Так и победим, что называется. Спасибо.